Действительно, как война началась. Жители вспоминают эту страшную ночь. Мирный вечер прервали звуки выстрелов. Как потом выяснится, это мужчина пытался прорваться в одну из квартир. Жители вызвали полицию. Начался штурм, снова хлопки. Из дома выносят раненых. Позже окажется, что были и убитые. Вот они последствия вчерашней ночи. На стенах следы от дроби минимум от двух. В выстрелах, по данным МВД, мужчина шел в конкретную квартиру, этажом выше, но тут подоспел ОМОН. При задержании от рук дебошира с ружьем погиб ОМОНовец Денис Иванченко. Уже в карете скорой помощи. У него остались жена и трое детей. Вы можете уйти отсюда, нет? Нет, мы же не видим, с кем разговариваем. Ну, не надо видеть. Мы думали, кто-то здесь из полиции. Все, все, отойдите к крюот двери. Не нужно здесь разговаривать, здесь куча детей. Сегодня дверь в эту квартиру сняли с петель. Внутри супруга Стрелка и ее дети. По материалам МВД именно к ним направлялся мужчина. Там он начал стрелять по входной двери. Услышав стрельбу, жители обратили за помощью в полицию. Прибывшим на месте сотрудником 37-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление. На спецоперацию были брошены главные силовики республики. В числе командующих замминистра татарстанского МВД Рафаил Гельманов, глава татарстанской Росгвардии Рустем Гумеров, замначальника следкома Марат Зарипов. Вокруг дома эшелоны спецназа. Мне кажется, раз в шесть, что ли, он стрелял, все он. Ну вот выстрелит, потом опять выстрелит и вот это. Мы думали, кто-то на лифт засрал, что ли, засущает. Мы понимали, выдох, залежали, убежали. Вот на шестом этаже сидел, перезаряжал, короче. Все, вот мы побежали, вот он стрелять начал. Стрелком оказался 36-летний Александр Петров. Накануне происшествия он вышел из изолятора. Его тогда задержали на 10 суток за бытовой дебош. А минувшую ночь у полицейских в его квартире нашли и личный охотничий арсенал. Дробовики, боеприпасы. С одним из таких же орудий он направился на свою последнюю охоту. По данному факту, следственным органам Следственного комитета Российской Федерации Республики Тарстан возбуждено уголовное дело по статьям посягательства жизнью сотрудников правоохранительных органов, а также убийство. Проводят следственные действия, направленные на восстановление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается. Словом, еще не все соседи поняли, кто все это устроил. Если одни называют его знатным дебоширом, другие говорят, что впервые его видят, и никто из запрошенных не знал о том, что к ним наведывался охотник. Так хранил ли Петров оружие для охоты, выясняет следствие. Рамиль Шайдурен, Андрес Антальцев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова